Итак, всем привет! Hello World! Сегодня мы с вами начинаем новую серию видео, которую очень много просил кто, очень часто спрашивали, когда будет, когда будет. Мы с вами начинаем, наконец, говорить об Android, о создании приложений, игр под Android, используя Java. Сегодня мы с вами установим Android Studio, проведем небольшую первичную настройку, то есть создадим виртуальное устройство, на котором мы сможем с вами тестировать свои приложения, а также создадим простой первый проект и запустим на этом самом виртуальном устройстве, чтобы проверить, что все работает. Собственно, об установке все элементарно просто. Идем на официальный сайт developer.android.com.studio, или просто в Google набираем Android Studio Download. Программа абсолютно бесплатная, выпускается Google. Пожалуйста, качаем, где-то 900 мегабайт примерно. Вот. Когда скачиваете, начинается процесс инсталляции, который очень простой. В принципе, во время установки будет установлено все, что вам нужно, не только Android Studio, но и дополнительные утилитки. В частности, будет установлен аппаратный ускоритель от Intel. Если во время установки вас будут спрашивать, хотите вы его установить или нет, хотя, мне кажется, он по умолчанию всегда устанавливается, отвечаете. Да, да. Потому что он нужен для виртуальных устройств. Собственно, после этого вот так выглядит иконка. Открываем ее. И это то, что мы с вами примерно увидим. Что интересно, Android Studio основан на Intel и J. То есть это значит, что большинство горячих клавиш, которые есть в Intel и J, они также присутствуют в Android Studio и делают то же самое интерфейс практически один в один. И что самое интересное, если у кого-то из вас есть Intel и J IDE Ultimate версия, то есть платная версия, то там возможно создавать Android приложение, собственно, не используя Android Studio. То есть там все будет точно так же, как в Android Studio. То есть еще раз, если у вас есть Intel и J IDE с Ultimate лицензией, устанавливать в Android Studio в принципе не нужно. Все это умеет делать Intel и J IDE. После того, как мы установили, открыли, первое, что мы сделаем, это добавим виртуальное устройство, на котором мы будем запускать, тестировать свои приложения. В принципе, никто вам не мешает просто подключить телефон через USB и заниматься отладкой, используя его. Об этом мы тоже поговорим. Но использование виртуальных устройств, оно обладает рядом преимуществ. Давайте начнем. Есть два варианта. Нам нужен AVD Manager, Android Virtual Device Manager. То есть менеджер виртуальных устройств Android. То есть его можно открыть или щелкнув вот на эту иконку, AVD Manager. Также он доступен в Tools, AVD Manager. Открываем его. И здесь мы увидим весь список устройств, которые на данный момент, виртуальных устройств, которые доступны в нашей системе. Как вы видите, у меня уже кое-какие есть. Если вы только что установили Android Studio, соответственно, у вас здесь все будет пусто. Давайте создадим новое устройство. Create Virtual Device. Как мы с вами видим, мы можем создавать не только устройства мобильные, phone, но у нас есть вкладка TV. То есть в теории мы можем создать устройство, которое будет эмулировать телевизор. Как мы видим, 55 дюймов диагональ. Также, возможно, часы у нас есть, у нас есть планшеты и так далее. Сегодня мы начнем с телефонов. И здесь мы с вами видим список всех телефонов, которые присутствуют в системе Android Studio, которые мы можем установить. Названия совпадают с названиями устройств от Google. Google, кто не знает, тоже выпускает мобильники. И, соответственно, это название мобильников Google. В принципе, названия как таковые не важны. Все, что нам нужно и то, на чем мы будем основывать выбор, создавая наше виртуальное устройство, это размер экрана. Потому что, как мы увидим на следующем шаге, все остальное мы можем поменять. Допустим, у нас есть XL4 с размером экрана 5,7 дюймов. Например, выберем его, нажмем Next. Дальше нам нужно выбрать версию Android, которую мы хотим установить. То есть, например, Google выпускает этот телефон только, например, с 10 версии. Мы можем выбрать абсолютно любую. То есть, recommended в этой вкладке – это рекомендуемые устройства. То есть, начиная с седьмой версии. Но если нам, например, не знаю, по каким-то причинам нужна пятая или еще более старая, у нас есть x86 images, вторая вкладка, и здесь есть все версии Android, которые доступны для скачивания. То есть, обращаю ваше внимание, что эти версии надо будет скачивать. То есть, по умолчанию, опять же, они не установились. Вот. Что еще интересно? Соответственно, версия, версия операционной системы Android привязана к уровню API. И, соответственно, в большинстве случаев в документации, когда мы будем с вами, допустим, определять минимальный уровень или минимальную версию операционной системы Android, на которой можно будет запустить наше приложение, мы будем указывать не, например, не Android 7.0, а мы будем указывать именно уровень API. Вначале это немного неудобно. То есть, например, указано уровень API 28. Мы так думаем, какая же это версия Android. А потом к этому привыкаешь и становится достаточно удобно. Как мы видим на сегодняшний момент, Android 11, 30 уровень, это самая последняя версия, хотя буквально вот через несколько недель выйдет уже превью 12-й версии Android. Вот. То есть, выбираем, какой мы хотим. Так, вернемся на шаг назад. И здесь мы еще важный параметр разобрать. Как мы видим, у некоторых устройств есть вот такой вот значок в колонке Play Store. Это значит, что устройство поддерживает взаимодействие с Play Store. Опять же, если мы планируем создавать какие-то приложения, которые будут с ним как-то взаимодействовать, например, у нас будет возможность что-то продавать игрокам через приложение и так далее, нам обязательно нужно, чтобы была поддержка Play Store. То есть, ну, мы выбрали уже, где есть поддержка. Как мы видим, далеко не все устройства поддерживают Play Store. Хорошо. Выбрали. То есть, здесь мы выбираем уровень операционной системы. Если, скорее всего, у вас одна из этих операционных систем не установлена, соответственно, жмем Download, скачиваем. Если хотите более старую, x86 Images, находим то, что нам нужно. Вот. Так. Ну, выберем 28-ю, да. Дальше. Задаем имя, по которому мы с вами будем находить нашу устройство. То есть, оно будет здесь в менеджере отображаться. И дальше мы с вами видим кучу настроек. Точнее, не совсем много. Это Startup Orientation. То есть, при запуске какая ориентация. Обычно Portrait всегда стоит. И, что самое интересное, нажав Show Advanced Settings, мы с вами можем установить много параметров, которые, которые, скажем так, отличаются от того, что есть реально в Quixel 4. То есть, например, мы можем установить, сколько нам нужно места, чтобы сохранять наше приложение. Хотим ли мы SD-карточку. Если хотим, сколько здесь будет места на ней и так далее. Вот об этом, опять же, мы будем говорить немного позже, более подробно. Сейчас можно, в принципе, оставить все как есть. А если что, это потом можно тоже будет поменять. И жмем Finish. И, собственно говоря, вот наше устройство создалось. Нажав кнопочку Play или Launch, мы его запускаем. Как мы видим здесь в строке состояния Starting AVD, запускается наше виртуальное устройство. В первый раз это займет какое-то время, потому что реально загружается Android-устройство. Впоследствии будет сохраняться состояние устройства, то есть некий аналог хаббернейта. И, соответственно, в последующие разы устройство будет запускаться гораздо быстрее. То есть сейчас необходимо будет подождать. И тут у нас есть также кнопки управления. То есть перевернуть, например, получить доступ к камере, панель навигации. И, нажав сюда, у нас еще есть куча настроек, относящиеся непосредственно к телефону. То есть об этом мы с вами, опять же, будем говорить впоследствии. Нам сейчас важно просто протестировать, понять, что все работает. То есть пока тут все загружается, мы с вами можем создать новый проект. File, New, New Project. Соответственно, создаем мы для телефона и планшетов. Можно выбирать другой тип. Нам пока это более чем достаточно. Здесь у нас есть уже заготовки, некие заготовки экранов. В зависимости от того, что мы хотим создать. Может быть, например, если наше приложение как-то будет взаимодействовать с картами, мы можем создать уже Google Maps Activity, где будут уже доступны необходимые библиотеки и так далее. Сейчас, опять же, просто, чтобы понять, что все работает. Empty Activity, то есть пустая активность. Что такое активность, мы с вами будем говорить позже. Но вкратце, это активность, это некий класс, джавовский класс, который отвечает за то, что происходит на экране. Об этом будем говорить позже. Имя, название пакета, куда сохраняем. То есть это на ваш выбор. Language. У нас, как вы знаете, есть выбор между Java и Kotlin. Мы выбираем с вами Java. И минимум SDK. То есть это мы выбираем минимальную версию операционной системы Android, на которой наше приложение будет работать. Например, если у нас стоит 23 уровень, соответственно, Android 6.0, то на устройствах с Android версии ниже, например, 5.0, наше приложение запустить будет невозможно. И основываясь на нашем выборе, в соответствии со статистикой Play Store, нам сразу же Android Studio показывает, примерно на каком количестве устройств будет возможно установить и, соответственно, запустить наше приложение. То есть выбирая соответствующий уровень, мы сознательно или ограничиваем, или расширяем то количество устройств, на котором наше приложение будет работать. Выбирать очень низкую версию Android, соответственно, тоже не всегда стоит. У этого есть свои минусы. Об этом мы будем говорить. Сейчас оставим просто все как есть. Пусть будет 23.0. Finish. И, соответственно, у нас открывается новое окно Android Studio. Генерируется проект. Видим Gradle Build. Gradle – это менеджер зависимостей для Android, который сейчас проверяет, какие библиотеки, например, используются в проекте, если надо, их скачивает и так далее. О Gradle мы с вами будем очень много и подробно говорить. Соответственно, сейчас у нас все сгенерируется. О структуре проекта, какие тут есть файлы, как это все работает, мы с вами поговорим позже. То есть все у нас генерировалось. И самое главное, мы теперь можем запустить наше приложение на одном из виртуальных устройств, которые у нас есть. Мы видим список всех доступных устройств. И также в верхней части видим те устройства, которые уже запущены. То есть вот у нас XL4 уже есть. Просто нажимаем Play. Опять же, Gradle сейчас все сбилдит. Автоматически установит на это виртуальное устройство и запустит. Собственно говоря, на этом мы с вами и закончим. Это будет говорить о том, что у нас действительно все работает как надо. Сейчас сбилдится и install, как мы видим. Install. И после установки автоматически оно запустится. Это может занять какое-то время. Соответственно, так как здесь на виртуальном устройстве реально используется Android, то есть реальный эмулятор, где реально запущена версия Android. Соответственно, все, что есть в Android, нам доступно. То есть мы можем открыть верхнее меню, тут полазить, посмотреть, там что-то настроить и так далее. Ну и, собственно, вот наше приложение, то, которое автоматически было сгенерировано Android Studio. My Application и Hello World посередине. Если вы видите то же самое, значит, все хорошо, все у вас правильно установилось, все работает. Если же нет, соответственно, что-то где-то пошло не так. Если есть проблемы, пишите под видео, попробую вам помочь. На сегодня у меня все. По средам, как минимум раз в неделю, по средам будет выходить видео об Android. В следующем видео мы с вами подробно разберем структуру этого проекта, посмотрим, какие файлы у нас генерировались, где они находятся, зачем они нужны и так далее. На сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось, было интересным. В целом, надеюсь, что Android вас интересует. Видео будет много про Android. Если по каким-то причинам вы еще не подписаны на канал, самое время это сделать. Если видео понравилось, жмем лайк. Ну, у меня на сегодня все. В субботу продолжаем писать игру. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok